МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе пьяной разборки в ход пошел нож. Дрались четверо, хозяин и трое его собутыльников. Одного из них, мужчину, 81-го года рождения, хозяин квартиры убил. Тяжело ранил другого. Третий успел убежать. Раненый до сих пор в больнице. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Уголовное дело расследуется в Завожском межрайном следственном отделе СОСК России по городу Твери. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. В преддверии Дня Победы на территории Музея Калининского фронта прошла церемония приведения к присяге сотрудников органов принудительного исполнения. Вновь назначенные сотрудники управления дали клятву «Честно, самоотверженно и добросовестно служить Родине и закону». Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ржевского, Ромешковского и Вышневолодского районов, а также межрайонного отделения судебных приставов по ООПДС и отделения специального назначения присягнули на верность службе и Отечеству. Почетными гостями мероприятия стали ветеран службы судебных приставов Егоров Владлен Константинович и члены Общественного совета управления. Руководитель управления подполковник внутренней службы Надежда Семенова поздравила работников с одним из важнейших дней в жизни судебных приставов. В своей напутственной речи Владлен Егоров пожелал судебным приставам при исполнении служебных обязанностей руководствоваться не только действующим законодательством, но и общечеловеческими принципами – справедливостью, высокой нравственностью и неподкупностью. Церемония завершилась возложением цветов к братской могиле. Редактор субтитров А.Семкин